привет аналпер в этом видео я расскажу тебе 587 способов как увеличить свою продуктивность и все эти способы настолько простые что многие из тех кто смотрит это видео даже не будут их делать потому что это банально это банальные вещи но они реально увеличивают продуктивность первая и самая главная вещь иметь план на день потому что когда мы имеем план на день если мы еще периодически туда заглядываем мы избегаем риска расфокусировки вот смотри если ты пользователь компьютера то когда ты открываешь много 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 вкладок в браузере например штук 30 и на последний на 31 ты смотришь какое-то видео или пытаешься пролистать какой-то сайт скорее всего она будет зависать она будет тормозить то же самое когда у тебя нет плана у тебя открыто очень много задач ты их где-то теряешь где-то они у тебя сливаются воедино и твоя производительность падает поэтому если говорить об этой метафоре когда ты составляешь план ты как будто все открытые вкладки вносишь в избранное а все что открыто ты закрываешь для того чтобы высвободить эту энергию дальше кроме плана кроме плана очень важно расставить приоритеты что я делаю в первую очередь что я делаю во вторую очередь в третью четвертую и в пятую и так далее то есть есть вещи которые можно отложить есть вещи которые нужно сделать прямо сейчас и очень будет круто если в твоем плане пускай это не будет большой супер грандиозный план план на день у меня лично план на день заключается как правило из трех четырех важных пунктов для меня остальные пункты это сон обед массаж и какие-то еще другие приятные приятности но вот два три четыре важных дела прям поставь это видео на паузу просто запиши себе лучше на листе бумаги если ты пользуешься блокнотом или в своем гаджете просто внеси заметку 34 важных вещей которые нужно сделать именно сегодня и ты очень сильно продвинешься в этом направлении следующая очень важная вещь которая существенно поднимет твою продуктивность это работа по таймеру у меня работа по таймеру сводится к 45 минутам но если ты этого никогда не делал начни минут с 20 что это значит ты ставишь себе таймер на телефоне откладываешь телефон куда-нибудь подальше чтобы он тебя не отвлекал и начинаешь заниматься какой-то задачей которая у тебя есть занимаешься ей ровно до тех пор пока таймер не сработал когда таймер сработал я не знаю сколько это у тебя будет 20 30 40 или может быть как у меня 45 минут тогда тебе нужно прерваться тогда тебе нужно прерваться встать походить попить водички сходить еще что-то сделать то что ты обычно делаешь это на что-то отвлекаешься и на это отвести 5 максимум 10 минут дальше опять ставишь таймер на определенный срок по 20 30 40 минут как тебе удобно и опять работаешь по таймеру не отвлекаясь до тех пор пока таймер не прозвонит и это очень круто это очень круто продвигает я таким образом вообще все свои видосики монтирую потому что монтаж это такая нудная история и чтобы это сделать я прям ставлю себе тайминг причем когда ты будешь работать по таймеру какое-то время ты поработаешь ты потом начнешь замечать что тебе как будто не хватает времени доделать что-то ты увлекаешься в таком случае ты можешь просто продолжить работу на обязательно вспомни что когда ты завершишь какую-то задачу тебе нужно сделать смену смена обстановки пройтись попить водички что-то еще покушать может быть и так далее дальше постарайся распланировать свой день таким образом чтобы у тебя задачи сменялись чтобы у тебя была разная деятельность в определенные часы что это значит ну если мне допустим нужно монтировать видео работать с клиентом делать еще что-то какие-то задачи что-то планировать то это три разные задачи я стараюсь их ставить так чтобы одна задача меняла другую потому что если ты будешь все время целый день заниматься одной монет монотонной работой у тебя продуктивность будет очень сильно падать тебе нужно изменять свой вид деятельности в течение дня это прям очень важно дальше чтобы поднять свою продуктивность нужно уделить время для хорошего сна я не буду тебе сейчас рекомендовать там 20 минут днем поспать и так далее и так далее тебе нужно просто понять одну простую вещь что ты отдыхаешь только когда спишь если ты не досыпаешь то никакой продуктивности речи быть не может ты очень быстро выберешь поэтому сделай так чтобы вот если ты спишь допустим 8 часов в день в среднем сделай так чтобы ты проспал 8 часов и 30 минут или 8 часов и 20 минут как это можно сделать если у тебя есть возможность с утра то поставь несколько позже будильник если у тебя такой возможности нет то постарайся составь себя улечься спать на 20-30 минут раньше это очень сильно тебя продвинет дальше еще один важный способ это разгрузить себя от лишней информации потому что мы очень часто западаем в какие-то новостные ленты или не только новостные а может быть ленты facebook instagram там youtube и так далее так далее мы просто скроллим или ставим мы там нарываемся на какую-то информацию которая несет нам никакой вообще пользы и полезности поэтому здесь нужно немножко себя поанализировать и задавать себе вопрос а вообще эта информация является важной для меня и нужной либо это просто какой-то фоновый шум так от этого фонового шума лучше избавляться как проверить полезная информация или не полезная смотри если ты смотришь какие-то передачи регулярные и ты на них подсел если ты смотришь какие-то каналы регулярные и ты на них подсел проверка проверка заключается в том что тебе нужно просто после просмотра какого-то там блока новостей какого-то видео через один день постараться вспомнить самое важное что ты увидел в данном выпуске еще раз повторяю если ты смотришь новости вот ты вчера смотрел три часа новости в течение дня там полчаса утром полчаса днем и 2 часа вечером то через сутки постарайся выписать что ты оттуда важного узнал если ты ничего не можешь на следующий день вспомнить то скорее всего это для тебя лишняя информация поэтому здесь нужно себя проверить и постараться отфильтровать себя от лишних источников информации которые тебе просто понижают твою результативность далее вещь которая связана и со сном и с поглощением информации постарайся хотя бы за 40 минут до сна на 40 минут до того как ты заснешь не пользоваться мобильным телефоном не пользоваться какими-то гаджетами даже если ты там слушаешь медитацию для сна постарайся 30-40 минут до сна побыть без гаджета что это даст это очень сильно тебя освежит и очень сильно тебе поможет спланировать твой будущий день потому что когда мы ложимся спать мы очень у нас неокортекс очень активен до наш умный мозг он очень активен и ты можешь решать какие-то сложные свои жизненные задачи так удели эти полчаса времени на то чтобы твой мозг хорошенько поработал и спланировал твой будущий день еще одна важная вещь которая очень сильно влияет на продуктивность это отсутствие алкоголя в твоей жизни могу тебе сказать так что даже небольшое количество алкоголя если ты пьешь самое дорогое вино или самый именитый коньяк или если ты пьешь там какой-нибудь хороший пивасик даже вот этот бокал вина или бокал пива они будут существенно сказываться на твоей продуктивности ты на утро будешь вставать не такой бодрый как как если бы ты вставал без этого алкоголя я не противник алкоголя его можно употреблять ничего в этом страшного нету но чем реже ты это будешь делать особенно среди недели тем лучше ты себя будешь чувствовать тем больше дел у тебя будет получаться сделать следующий и очень важный момент многие люди многие трудоголики это упускают если мы начинали это видео с того что нужно планировать время свое нужно планировать делать план на день то в этот план кроме всех важных дел нужно занести еще одно очень важное дело это время на отдых это время в которое ты будешь реально отдыхать потому что если ты резко себя ограничишь от всех своих привычных вещей там залипание в соцсетях там чему-то еще по ты будешь испытывать жесткий стресс поэтому на все вот эти свои занятия лучше запланировать какое-то время может быть это будет в обеденный перерыв может быть это будет вечером после работы может быть это будет просто специально какое-то время когда ты пролистываешь что-то но пусть это будет у тебя запланировано чтобы твое бессознательное понимала что тебя не лишили чего-то но одновременно тебе нужно отдыхать и в свой план обязательно нужно ставить на отдых каждый отдыхает своим особым способом кто-то отдыхает просматривая видео на youtube чеки кто-то отдыхает не знаю пролистывая там как-нибудь тик токи и так далее у каждого свой а кто-то отдыхает не знаю находясь лежа в ванной поэтому обязательно в течение своего дня тебе нужно запланировать хотя бы 15 процентов времени на твой отдых ну и вишенка на торте в плане планирования нам никогда нельзя распланировать весь свой день на сто процентов потому что если ты будешь планировать весь свой день на сто процентов поминутно почасово то получится то что случается у многих людей попутный ветер непредвиденные обстоятельства это те вещи которые мы не можем предугадать и мы не можем их запланировать если ты будешь расписывать план своего дня на сто процентов то ты будешь каждый день испытывать стресс и твоя продуктивность будет падать потому что ты не запланировал вот эти поправки на ветер я обычно планирую поправки на ветер 50 процентов то есть если я планирую свой день и я понимаю что в моем дне где-то 14 активных часов то я планирую приблизительно половину вот половину 67 часов я ставлю конкретные цели на день все остальное время я позволяю себе посвятить попутному ветру то есть все непредвиденные обстоятельства на них нужно в день выделять как минимум 50 процентов времени тогда они для тебя не будут непредвиденными и тогда ты будешь четко следовать своему плану это была передача утренняя раскачка и 587 способов как сделать свой день продуктивным напиши пожалуйста в комментариях какие способы ты уже используешь и может быть ты знаешь 589 способ который я не рассказал в этом видео чтобы увеличить свою продуктивность на этом меня сегодня все до скорых встреч пока пока